Не боимся и огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря Кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха. Не боимся волка, потому что имеем доброго пастыря. Ясен говорит, пастырь добрый. Евангелие Теана 10 глава. Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном, потому что находимся около царя. Вот почему мы и празднуем, совершая память Креста. Так повелел праздновать ради Креста и Павел. Посему, говорит, станем праздновать не со старой захваской, но со пресноками чистоты и истины. Послание 1 Коринфянам 5 глава. Затем, указывая причину, присовокупил, что Пасха наша Христос заклан за нас. Видишь, каким образом повелевает Он праздновать ради Креста. На Кресте Христос заклан за нас. А где жертва, там уничтожение греха. Там примирение с Господом. Там праздник и радость. Пасха наша Христос заклан за нас. Где, скажи мне, закон за нас? На высоте помоста. Необычен жертвенник этой жертвы. Потому что и жертва необычная, и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой был плотью, а священником – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью. Послушай, как изъяснил то и другое Павел. Ибо всякий первосвященник, говорит он, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу. А потому нужно было, чтобы и сей так же имел, что принести. Послание к Евреям, 5 глава. Вот сам он приносит себя, а в другом месте говорит, что так и Христос, однажды принося себя в жертву, чтобы подъять грехи многих для ожидающих его во спасение. Кевриим, 9 глава. Здесь он принесен, там принес себя, чтобы взять на себя наши грехи. Аминь. Аминь.